Водолаза 70-х годов Водолаза 70-х годов Это колкий пластик Внутри игрушки были шарики, которые звенели как погремушка На верхушке головы водолазика было отверстие, которое медленно наполнялось водой И по мере наполнения водолазик постепенно спускался на дно и там стоял как солдатик Автором игрушки был знаменитый скульптор Лев Самсонович Разумовский Коренной ленинградец, переживший блокаду Ленинграда И в 1943 году, еще будучи подростком, он попал на фронт, где и получил страшное ранение Ему оторвало левую руку Но юношеская мечта стать скульптором осуществилась И Лев Разумовский поступает в Ленинградское художественно-промышленное училище А после поступает на работу в артель Ленингрушки Где ему очень обрадовались На его игрушках выросло не одно поколение советских детей В книге «Проект куклы из детства. Игрушки Льва Разумовского» Дарья Соболева написала, что такие водолазики Попускались четырех расцветок Это оранжевый, красный Синий И зеленый Ряд других расцветок Видимо, все зависело от технолога Это белый водолазик Бирюзовый Видимо, это разновидность зеленых оттенков Или синих Еще один оттенок зеленого водолазика На самом деле их, наверное, было больше Теперь я хотела бы вам показать упаковку водолазика Тех лет Я нашла два варианта в интернете На коробке мы можем прочесть Что выпускали таких водолазиков В городе Пушкин На пушкинской фабрике игрушек Субтитры сделал DimaTorzok И в коробке была инструкция Как пользоваться игрушкой Стоил он 40 копеек Некоторые таких водолазов Ставили в аквариум Здесь представлены варианты расцветок водолазиков Как вы видите У некоторых из них имелась трубочка Наверху шлема Водолазного костюма А теперь поговорим о материалах для работы Конечно же это акриловые краски Пяти цветов Белый, желтый, красный, коричневый И так как у меня нет черного У меня черно-серый оттенок В качестве палитры я люблю использовать пластмассовую тарелку Ее не жалко выкинуть после работы Кисти же должны быть хорошие Это колонок Кисть круглая для мелких деталей Можно номер один, можно номер два И плоские кисти Можно двух размеров Чтобы покрывать большие поверхности Лак я брала профессиональный для автомобильных работ Он глянцевый, прозрачный И хорошо реагирует на атмосферные капризы И наш водолазик готов И с ним вновь играют в ванны Он вновь веселит от души Вот что значит Советская игрушка При росписи водолаза я решила добавить Немного цвета Так как мне показалось Красный цвет Немножко скучноватым И слишком уж заводским Видимо тогда работали на больших скоростях Чтобы как можно больше выпустить игрушек Выполнить план Но не хватало чего-то художественного в этой игрушке Хотя форма у нее очень замечательная И функции тоже С лицом водолаза я тоже постаралась Придала ему даже эмоций В выражении его лица, бровей И улыбка такая у него Довольно-таки веселенькая Добавила румянец на щеках И началась у нашего водолазика Новая жизнь И назвали мы его Васей Он и сейчас приносит Очень много радости В ванной Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо всем за внимание! И если мой мастер-класс вам понравился, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите свои комментарии. С вами была творческая студия Елены Тюриной. Субтитры сделал DimaTorzok